Жизнь по моему. Осталось, что вы хотите. Да не больше не можете. Да, не хочет. Сходи. Да, он, да, он, да, он. Он, да, он, да, он, да, он, да, он, да, он. Стоит. Просто для вот того, первый раз там уберешь. Вот так он уберешь. Вот такой, а тут, да, уберешь палку. С красной половиной, спортсмен, как правило, сразу берет захват. Широкий или узкий. опытные спортсмены они показывают не беря разнохватки как получается же не есть зеркова тоже джей джей иди послушай разбиралась вот почему преимущество у красной стороны то есть если человек знает на свои сильные стороны кто-то широким хватом лучше борется сразу будет преимущество он берет допустим сергей у него широкий я как сейчас как пример беру сильный он показывает вот так не берет сразу так либо просто показывает соответственно синий стороны спортсмен берет узкий хват а он сразу же тебя же преимущество ты выбираешь и выбираешь расширить и широкий показал он берет узкий так и посадим жить теперь разлом его широкий бери разнохват широким как тебе удобно как тебе комфортно большая ошибка у всех участников 90 процентов что носки ног ставят в сторону делать нельзя носки должны быть параллельно то есть эта область получается она рабочая то есть ногой по доске идет упор многие якутские спортсмены сбивая сталкиваю прям с такой туда дали старт это все это все после старта я говорю почему почему ноги до у кого но допустим здесь размер обуви там минимум 45 46 можно чуть пониже ногу поставить сильно высоко если пятку забрать спортсмен с мощной тягой просто дёрнет и летает оппонент на его сторону это проект поэтому надо удобно ставить стопы но как можно стараться чтобы они были параллельнее носки в стороны не разворачивать по захвату получается также центр палку вот этот центр должен быть на центре центром доски упора стороны могут быть развернут не критично то есть можно запустить и дать старт вот при таком положении пал до как правило когда палку уже взяли спортсмены судья говорит натянули то есть сели и уже жестко натянули быстро старт дается и начинается борьба а если я не хочу чтобы он вытаскивает ну допустим у него допустим тактика он тянет сразу сразу на бок до борьбы это не запрещено правилами главное чтоб центр палки находился над центром доски упора че еще такое основное таз у многих тоже как можно ближе к доске когда берется захват да это допустимо но когда идет команда че начинается борьба надо как можно дальше пятую точку оставлять назад подальше потому что чем ближе нас к доске тем больше вероятность центр тяжести из перелета становится меньше и можно перелететь а методики борьбы какие-то под приемами причем есть по ходить вода хвату палки то есть вот есть допустим сейчас отпустите палку дам всем известный газ это накручивание палки вот есть газ ну то есть просто крутится палка есть газ с перехватами то есть неоднократно то есть ты постоянно крутишь вот есть ключ прием это когда неопытный спортсмен допустим выходит вот почему я когда начал рассказывать допустим стран красная половина вот берет широкий хват показал вот бери сейчас узких да он берет одноименно руки чуть поуже сильно широко тоже не надо браться чтобы вот вилка как правило есть небольшое расстояние этого достаточно в этом положении просто напросто разворачивается палка и не движение идет как грибов веслом но вот так вот ну и стяга спиной и ногами у любого даже как бы не был максимально разве хват палка вылетает это надо все делать быстро принципе газ ключ прием основной потом стойка но я стойку я сам не умею делать поэтому по стойке по стойке просто меняется то есть вот траектория тяги как правило у всех над доской упора а можно же тянуть и наверх ее и в сторону и в сторону наверх тянуть палку и в эту сторону вправо влево по ключу то есть у меня привет я взялся получать узким хватом получается я вижу что он так взялся то есть я могу взять под ключ и он же не перехватился если он взял таким образом я вторую я выбираю да я беру как сергей сейчас поставил он уже не имеет права перехватиться все уже не просто показал что он широким он уже да ты уже раз может вот так под ключ и взять его но он может тоже если он опытный он возьмет узкий хват и так покажет подожжет и тогда судья будет вам говорить что вы брали разнохватки вот в таком случае будет нормально если просто не опыта сразу взял показал я уже году я не стеснялся я менял хват говорю потому что ключ от будет я прям так и говорил и мне никто замечаний не давал мы не про что спросил что поменять потом включить его сразу можно да ну есть то хорошо борется в других техниках двигается по доске они берут и подключи они знают этот прием мы допустим если вот возьмите сейчас нет вот так как было в этом случае чтобы палка же будет у нас вот так разворачиваться вот с этой вот с этой руки надо мощно в эту сторону тут больше работа ногами и по доске идут движения в сторону по доске во время поединка разрешено передвигаться это заступы идут вправо либо влево шагать по доске нужно с той ноги в какую сторону идет перемещение если вы двигаетесь вправо надо делать шаг правой ногой представляю а не наоборот потому что если будет наоборот вот допустим сейчас или наоборот сейчас неправильно двигается право да то в этом случае двигаясь вправо вот чуть-чуть он дал тягу суда и в обратную сторону человек ну мы сейчас все это все замедленное как бы показываем медленно чтобы наглядно было видно что произойдет если это делать все быстро как правило не успевает среагировать и ноги отрываются а вот сейчас вы двигаетесь в одну сторону и вправо ты двигаешься а он соответственно влево двигает поэтому наступите то есть здесь здесь уже идет натяжка спиной хват работает но сбить уже как бы когда грамотно перемещаются ноги уже сложно становится вот а сейчас нам наоборот сергей двигается вправо вот двигается вправо и вправо со своей стороны ты вправо со своей стороны наоборот а ты сюда двигаешься да вот идет уже называется диагональная тяга вот здесь нужно быть внимательным ну еще как бы не дошло ну как бы не то что не дошло дошло но это надо наработать чтобы нога не разворачивалась то есть когда носок разворачивается сразу идет неустойчивое положение это перемещение по доске упора называется это все все приемы борьбы как бы их их очень много но вот что я знаю я в принципе основное вам рассказываю потому что никуты не делятся себе там ходят только улыбаются и говорят основные правила но не рассказываю еще есть другой кто устал еще можете поменяться и желаю кто-нибудь просто сейчас уже не боретесь на результат есть прием защиты любое когда идет прямая тяга прямая тяга это просто силовой вариант только вот или тянет как боролись петров и горемыкин тянули в основном просто грубой силы парни здоровые как за мощный в этом случае если человек сейчас и сергей чуть-чуть отдайся просто продемонстрировать вот его допустим соперник так чуть дальше вот перетянул центр палка на стороне противника то есть он держит в основном силой рук у него колени в сторону так как почему да я говорил что нужно ноги держать их можно параллельно в этом случае колено идет близко к корпусу и в этом случае сергей может облокотиться грудной в этом случае допустим левой грудной мышцы на свое колено и будет держать не только за счет силы схвата а за счет того что его корпус упрется в ногу понятно смотрит если вам не понятно это прием защиты да ну понятно что масса и грубая сила да поэтому и весовые категории в принципе поэтому да нет ну не на два талена на какое-то одно и вот правда натягивать вот просто часто не в полную силу вот взять ровно неправильно могу вот уже легко тебя тянуть а теперь давай чем ну уже позже согласись уже по уверенней при при всех равных условиях узнать эти приемы соответственно он обладает преимущественно даже этого хватает если грамотно применять даже с очень сильными и техничными спортсменами это это что касается тяжелого веса и преимущество силе идет массе поэтому ну все